Простые, красивые, легкие, очень вкусные бутерброды, которые никогда не залеживаются на столе, подаются на закуску, либо перед основным блюдом. Ароматный, возбуждающий аппетит. Поехали готовить. Берем багет или батон. Можно взять просто хлеб, можно взять тостовый хлеб, порезать на кусочки, можно сделать как канапешки. Я возьму багет, багет порежу вот так по диагонали на кусочки толщиной примерно 1 см. Смотрите, сегодня я вам показываю идею бутербродов, поэтому готовлю небольшое их количество. Если вы готовите на большую компанию, то можно хлебушек подсушить, поджарить в духовке на противне. Тогда туда входит достаточно много. Я же буду поджаривать хлеб на сковороде. На сухую сковороду выкладываем кусочки багета. На масле я не обжариваю, потому что тогда хлеб впитает масло и бутерброды получатся жирноватые, питательные. Но этого нам не нужно. Как только хлебушек подрумянится, переворачиваем его. Сильный огонь не делайте. Сковороду разогрели, убавляем огонь и подсушиваем его. Вот так по центру немножко побольше подрумянился. И то же самое делаем со второй стороны. Когда хлебушек остыл, сейчас его можно сбрызнуть оливковым или кунжутным маслом. Я этого делать не буду. Беру зубчик чеснока и натираю хлебушек вот так чесночком. Представляете, как будет вкусно, какой он будет ароматный. Далее берем небольшие помидорки. Если будете готовить канапе, тогда можно взять помидорки черри. Я же взяла вот такие вот маленькие. И что мы делаем? Режем помидорки на вот такие круглые дольки. Берем шарики моцареллы. Они были в рассоле. Рассол я слила, обсушила шарики. Бывают шарики в диаметре побольше. Но мы не нашли, поэтому будем использовать вот такие вот малюсенькие. Шарики режем тоже на круглые дольки. Что мы делаем? Берем кругляшки, так сказать, сыра. Берем дольку помидорки. И вот таким образом чередуем. Если у вас есть зелень, например, базилик. С базиликом будет очень вкусно. Можете в листочек базилика положить. Вот так. Так как помидоры и моцарелла пресные, бутерброды я буду слегка присаливать. Но с ними можно экспериментировать. Добавить вместо моцареллы, например, тонкие пластики брынзы. Брынза соленая, тогда бутерброды не нужно будет присаливать. Тоже получится очень вкусно. Итак, слегка-слегка каждый бутерброд посыпаем солью. Немного, без фанатизма. Смотрите, какая уже получается красота. Сверху я все это дело присыпаю семенами кунжута. Кунжут белый и черный. Это по желанию, не обязательно. Но так получается очень даже симпатично. Еще зелени сюда добавить и вообще будет красота. И слегка для контраста посыплю рубленым укропом. Можно, как я и говорила, взять базилик, положить листочки базилика. Если найдете микрозелень, микрозелень тоже будет красиво, аппетитно и вкусно. Такие вот красивущие бутерброды мы с вами сегодня сделали. Причем готовятся они элементарно просто. Обязательно приготовьте просто так или к праздничному столу. Я уверена, что каждый из ваших гостей, и вы сами захотите их попробовать. Всем желаю приятного аппетита, замечательного настроения. Ну а мы будем кушать.